работы над группой бритв присланной юрием по привычке я решил начать с тех позиций которые требуют к себе наибольшего внимания вот они я специально их выделил в начало дабы еще раз сконцентрировать внимание вот это старая предположительно американская бритва это у нас клаус фремонт usa имеется какой-то порядковый номер 7703 типа как бы отличительная особенность вот она даже по цвету видно по оттенку вернее р равно как и хвостовик и спина сюда же они покрыты ну хром никель не знаю какое-то покрытие имеет кроме этого есть вот такое отравление на полотне значительная была здесь коррозия время неприлично потратилось на то чтобы привести в какой-то удобоваримый вид изначально бритва была на бакелитовое праве эти первые пластики они еще имеют такой крайне неприятный химический запах когда нагревается даже от тепла пальцев а поскольку бритва потребовала полного разбора для того чтобы почистить в районе осевого естественно бритва оправа которая она ультра хрупкая она естественно развалилась поэтому была подобрана оправа другая бритва вычищена собрана новую оправу и только после этого заточена вот такой строй у клинка проверяем обратную сторону номер первый следующий номер нашей программы это великолепный марс оправа естественно не родная поскольку родная оправа она никакой критики не выдерживает во-первых во-вторых имела трещину в районе осевого поэтому предварительно договорившись с юрием было принято решение эту оправу заменить теперь она одета если так можно выразиться в роскошную оправу французского производства которое как нельзя ей подходит во-первых во-вторых в определенной степени ее освежает и украшает вот такой масс все бритвы в этой группе затачивались изолентой поскольку в основной своей массе спины целые и решил я опять же таки уже по сложившейся традиции так это все дело и оставить номер второй марс восток очень странное решение здесь ничего не подписано ну будем верить что это восток также клиночек я вышлифовывал и выполировал поскольку он был такой ну чем-то его пытались чистить какими-то достаточно грубыми выразилами был он весь такой зацарапанный мутный очень такой очень приятный морковного такого оттенка цветово право и вот и как и и и и и и и и Временами вот этой частью цепляю рабочий стол Это вот такие звуки издаются посторонние Номер третий, опять же таки отталкиваясь от названия на праве, восток Бритва немецкого производства Вот в таком достаточно технологичном, я бы так сказал, транспортировочном кейсе Алирерсте квалитат Гарантизолинген В данном случае прежде всего я подбил осевой Такое может быть и оправданное, но все-таки в определенной степени спорное решение Бритва при открытии и закрытии размер подобран таким образом, что она вот этим местом Она вот сюда цепляется и тем самым лишний раз не откроется тогда, когда это не нужно Еще я переживал, чтобы сам клинок не касался вот этой внутренней стороны вот этой нижней стенки Вроде как бы здесь толщина обуха не дает ей продвигаться дальше, но все равно я крайне рекомендую аккуратненько открывать-закрывать О, сам клинок полирнул Теперь выглядит очень и очень нарядно Вот такая фасочка получилась Находим Звенит Звенит И в другую сторону Это номер четвертый Аккуратненько так Раз 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 Следующая бритва Это представители классической Англии Это Walker Hall The Flag Riser Very Hollow Ground Ну Соглашусь, что это очень прямо очень выборка Единственное, у этой бритвы У нее вот здесь очень проблемное место Хотя зрительно этого, в общем-то, не скажешь Но вот здесь коррозионные очари, они выходят на фаску, но не на кромку Кромка здесь чистая И вот в этом, кстати, месте тоже Оправа в данном случае, это кость Крайне Крайне Бережно Слегка Я ее подбил, потому что очень-очень свободно телепалась Но Никаких вообще излишних усилий Быть может даже не излишних усилий я не прикладывал Поскольку кость Крайне хрупкий материал И обратно И обратно Так Вокер и Холл Номер 5 Поверим, что это утро Поскольку сам клинок, он никак не отмечен Все единицы дальше просто заточены За исключением там предпоследнего эскиза У которого я В районе Осилова Там в какой-то момент туда попала водичка И там Прокоррагировало Поэтому я ее аккуратненько оттуда вычистил Так, чтобы не портило внешний вид Бритва достаточно редкой группы Так Чтобы сохранить на подольше Так В какую сторону не помню Переверяем еще раз Итак Это у нас утро Под номером 6 Здесь Седьмая бритва Восток Опять же таки Из неназванных Обратно Номер 7 Вот любительская Вот отсюда аккуратненько я повычищал Без разбора, без ничего Бритву заточил С предыдущими Абсолютно другого качества Вот эта вещь По стали Такое ощущение, что делали разные заводы Из разных сталей В разное время Вообще разными людьми Восьмой номер Любительская Ну, 56-й год Очень красивые оправы Вот эта серия Зеленая А-ля Малахит Потом Оранжевых каких-то оттенков Вот такая Как гранитная Очень красивая Это был у нас номер восьмой Замыкает девятку Гравюра Образца Шестьдесят седьмого года С травлением на полотне Советский человек Первый в космосе Замыкает девятку И обратно точно так же Обратно точно так же А вот, в общем-то, и все. Упакуются они немедленно, но поскольку сегодня отправлять уже смысла нет, поскольку все равно до завтра они никуда не поедут. Соответственно, завтра беру на себя обязательства перед Юрием отправить их в первой половине дня. У меня на этом все, всем прекрасного выходного дня и до скорых встреч в эфире, пока.